Про швы, которые сказал уважаемый Грис, данная проблема висит с 2013 года, она не новость, она висела на контроле управы, вы знаете, Лена Петровна это помните, про наши швы мы разговаривали, что наш дом никак не могло сключить в проект нашей улицы. Переходите в ГБУ, жильщики, 36 лет, 30 мая, я получила письмо от префектуры о том, что в связи с тем, что появились счета на капитальный ремонт, город не несет ответственности за наши швы. Вы же на спецчете, зачем вы на него ушли? Швы в регионалку, мы поставили, нас поставили по программе 21 года. А что вы не ремонтируете, вы на спецчете? Мы провели собрание, а они его саппатировали, и у нас просто не набралось форму, двое не доверяют. Спасибо, господин, давайте мы еще сейчас, сейчас мы расскажем. Буис, я просто прошу тогда с председателем, с жильцами, любой жилец инициирует любое собрание, мы готовы оказаться действием и Насте, и жителям, для того, чтобы, и вы можете поменять управляющую компанию, разберетесь. Это финансовая составляющая и содержание дома, но вот по содержанию дома все-таки есть претензии, вот вопрос вы здесь, и руководитель есть, и жители. ГБУ жилищник, вы как относитесь? Это та организация, которая, в принципе, это дело идет у нас в районе. Отрицательное положительство, это совсем кстати, если вот управление. Это уже рекламный. Нет, ну просто, вот, просто страшно, можно сказать, да, за вопрос. Нет, я только понимаю, что у них договор с ГБУ жилищников о жилищном обслуживании, но они обслуживают как? Не как управляющая компания, по заявкам, на что их зовут, а не дают следствия. Я вам скажу, только-только начали работать экстренно. Мне не нравится сейчас то, что практически нету никаких материалов. В прошлом году мне пришлось лично на своем автомобиле везти 200 метров стеклоткани для того, чтобы мне сделали подготовку дома на зиме. На сегодняшний день нам прочитали, я не знаю, я написала письмо. Анастасия Константиновна, вы как управляющая компания имеете право заключить договор с любой компанией, а причем тот ГБУ жилищник, не нравится вам, подвернитесь к ним спиной. Хорошо, значит, тогда придется найти новую компанию, потому что решение и не наше, это правда. Я считаю, что у нас нельзя людей на сильно осчастливить, пожалуйста, если люди хотят, но, к сожалению, вы обратите внимание на залы, они все исходят от одной и той же инициативной группы, у нас на маниже все те же. Давайте искать компания в любом случае сейчас. Нет, мы будем искать любые компания. Ну, вот так вы говорите, мы не жаль. Ну, если вы говорите раз, два, три, тут 13-14 человек. Нет, ну, нет, где многих нет в городе. Нет, 13-14 человек, инициативная группа. Ну, нет, мы не понимаем. Ну, живет-то 200 с лишним. Да, как не все пришли. Ну, у вас больше. Я, вот, но не посмотрите по подписам фирмы. Ну, посмотрите. Коллеги, давайте потихонечку завершаем. На нашем. Значит, я прошу вас на решение. Дорогите вас, все-таки, ваше поручение. Вы, что дадите поручение. Минуточку внимания. Вы, что вы занимаются с ними в рамках юридического поля. Давайте, 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 давайте. Под контролем исполнительной власти провести это собрание. Да. Если мне право даст полномочия, я готов выступить представителем и также принять участие там и вреденной комиссии, и в почете голосов, и в составлении протокола. Все, собственники выносят перечень вопросов, мы выносим на собрание и проводим его. Ну, все, наоборот. Ну, про ИСа и руководителю ВИСа, тогда посмотрите, что в вашей компетенции, какую помощь вы можете оказать для налаживания контактов между сторонами. И те вопросы, которые считают важными жители, да, все-таки, в том числе по управляющей компании. ГБУ жилищник, это совершенно не важно. Какая-то может быть другая, да, может быть часть. Или, так сказать, вот это отслуживание, к которому к содержанию дома имеются проблемы и большие претензии у жителей, все-таки переключить на какую-то пожелание жителей, если они примут такое решение, да, в другую организацию. То есть, и тогда будет легче жить, мне кажется, в собственнике.